Бывшим заключенным, попавшим в Центр социальной адаптации, предложили заняться гарденотерапией, выращивать цветы и овощи. Контакты с растениями, считают психологи, помогают вернуть душевное спокойствие, научиться переживанию. Многие постояльцы Центра впервые в жизни взяли в руки садовые инструменты. Что из этого получилось, расскажет Лидия Захарова. Подоконник в комнате Владимира Вахмянина похож на оранжерею. Говорит, не ожидал, что на седьмом десятке заинтересуется цветоводством. Циньи, перцы, маргаритки радуются каждому цветку. На третьем месте открылся, уже холодно, и сейчас еще будет несколько штучек. Так это интересно. Все говорят, не будет, не будет, не будет. А потихоньку раз, и вот, и маргариточки тоже. Бросил и пить, и курить. Теперь, если тоскливо на душе или поссорился с кем-нибудь, идет или в церковь, или на огород. Поработает в теплице и на сердце светлее, и людям польза. С детства, как чужого говорили, вкуснее. А сейчас, когда сам сделаешь, вообще вкусные, елки-палки. Поздно понимать начинаем. Надо было с детства в огороде копаться. Может быть, и старый завод был бы, да? Постояльцы центра адаптации в поселке Зеленый Мыс в основном бывшие заключенные. Все уже люди пожилые, много инвалидов. Родственников нет, а если есть, то навещают редко. По словам психолога, в заботе о цветах и животных они находят смысл жизни. И у них уже пропадает вот это чувство опустошенности. Вот этот экзистенциальный кризис, он уже их минует. Они уже начинают думать о будущем, верят в себя. Уже свои трудности, свои проблемы со здоровьем, они уже проще на это смотрят. Потому что у них есть интерес в жизни. Весной они наблюдали за тем, как растет рассада. Летом соревновались, кто создаст самую красивую клумбу. Сейчас заканчивают собирать урожай на огороде. Зимой здесь хотят обустроить живой уголок, чтобы не только за цветами наблюдать, но и за животными ухаживать. В комнате у Людмилы Агарковой клетки с грызунами из Южной Америки и волнистые попугайчики. Утром Кеша умывает Машу. Маша не встанет кушать, пока Кеша ее не умоет. Что вы там такого для себя находите? Да жизнь пустую, простую. Сейчас выберешь, хоть маленько что-то выберешь, любовь свою. Сейчас в центре уже строят аграрные планы на следующий год. В теплице хотят установить обогреватель, чтобы как можно раньше высадить огурцы и помидоры. Лидия Захарова, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.